Как и чем лучше утеплить пластиковые трубы канализации 110 мм, которые будут закопаны в землю на глубину ориентировочно 20 см, для предотвращения их замерзания зимой. Итак, давайте посмотрим, что нужно для этого. Как я понимаю вопрос, то есть, это выход канализационного стояка из дома, и эта труба должна уже заходить в сам септик. Вот я ориентировочно схемку нашел, и речь, скорее всего, идет вот об этом так называемом утеплении здесь в фундаменте, и, скорее всего, утеплении трубы вот в этом промежутке до самого септика, если учитывать, что от уровня земли, так скажем, сама труба закопана на 20 см ориентировочно. Значит, спешу обрадовать того человека, который задал этот вопрос, что утеплять трубу не надо. И давайте сперва разберемся, почему утеплять не надо, и в конце этого видео вы уже увидите именно выводы, то есть, существуют два параметра, которые подтверждают то, что утепление трубы, здесь нет необходимости ее утеплять. Итак, первый момент, который это доказывает, то, что канализационная труба должна укладываться по горизонтали как минимум с уклоном 0,02, с коэффициентом 0,02. То есть, это 2%, как минимум. Обычно укладывается 2-3%, вернее, 2-3 градуса, извините, пожалуйста, не процент, а 2-3 градуса к уровню земли. О чем это говорит? Если труба у нас уложена под уклоном, естественно, она у нас является безнапорной, то есть, напора воды здесь нет. И здесь вода появляется только тогда, когда спускается с унитаза, с раковины или еще с каких-то, так скажем, потребителей воды, и она проходит в движении. В движении вода не замерзнет ни при какой температуре. Объем воды здесь будет проходить небольшой, то есть, она не успеет замерзнуть, если соблюдены вот эти вот все горизонтальные уклоны. Правильно. То есть, вы, давайте представим ситуацию, вы слили с унитаза воду, она пошла по трубам, и, естественно, если уклон соблюден, он ушел. И потом труба эта пустая, то есть, замерзать здесь нечему. Во многих вещах, вот показано вот эти вот, вроде бы как теплоизоляция, но на самом деле это своего рода гидрозатвор. Что это значит? То есть, для того, чтобы влага из земли не просачивалась под фундамент. Там либо глиняный затвор делается, либо делается из смолы, и здесь потом цементируется. Много вариантов сделать именно гидрозатвор, для того, чтобы подпочвенные воды не проходили сквозь фундамент. Это вот один момент, который нам доказывает, что канализационную трубу утеплять не надо. Давайте посмотрим следующий момент. Вот, предположим, схематично изображен у нас канализационный стояк и своего рода септик. Значит, в какой момент? Обязательно канализационный стояк должен выходить либо наружу, либо еще делают его подчердачное помещение, то есть, вот в этом, здесь вот он заканчивается, но он должен находиться выше всех санузлов. Причем, желательно здесь поставить клапаны, вакуумные клапаны, о которых я чуть-чуть позже вам покажу, что они из себя представляют, и септик. Значит, каким образом происходит смыв воды и почему, так скажем, второй вариант уже нам доказывает, что утеплять канализационную трубу не надо. Значит, как вы понимаете, может быть и наблюдали даже зимой, что в септике вода не замерзает никогда. Почему? Потому что здесь собирается биогаз, то есть, происходят аэронобные процессы, то есть, есть микроорганизмы, которые там живут, вырабатывают этот биогаз. И, естественно, он газ теплый. На каком бы уровне вода не находилась в септике, она всегда, так скажем, теплая, то есть, до минозовой температуры она здесь не доходит и не замерзает. Естественно, если канализационный стояк собран правильно и происходит, так скажем, вентиляция вот по этому стояку, получается, что канализационный стояк, связанный с септиком, всегда имеет здесь в своем, так сказать, распоряжении теплый воздух. То есть, это те самые биогазы, смешанные с воздухом и тому подобное. Когда смывается вода в канализацию с унитаза, предположим, прошел слив, вода может заполнить весь диаметр трубы. Происходит, так скажем, подсос воздуха отсюда и далее, попадая в септик, то есть, здесь создается вакуум, не то, что вакуум, а происходит подсос. Здесь, попадая в септик, вода создается в трубе разряжение и из септика уже теплый воздух поднимается опять вверх. Если вот этого фанового, так сказать, стояка, фан-стояка нету, то есть, стоит заглушка, естественно, этот неприятный запах вам попадает в унитаз. Многие с этим сталкивались и потом много было вопросов, поэтому, как избавиться от этого запаха здесь попутно, я вот разбираю этот момент. То есть, для того, чтобы запахи вам не шли в унитаз, надо обязательно сделать фановый стояк. То есть, выход, свободный выход, либо на улице, либо подчердачное помещение. Но, если подчердачное помещение у вас не жилое, то, естественно, сюда можно. Вот такой момент. Поэтому, как вы увидели, что здесь, вот в этом месте, по всей протяженности этого канализационного стояка, в том числе и горизонтально уложенной трубы, здесь всегда находится теплый воздух. И вот так вот выглядят клапаны, так называемые вакуумные клапаны, которые располагаются на самом верху, то есть, они есть вот с одним клапаном и с двумя клапанами. Некоторые ставят, некоторые не ставят их. Ну, я рекомендую их ставить для того, чтобы дополнительно избежать тех запахов, которые проходят в унитазы. То есть, весь принцип какой? Здесь, так скажем, есть резиночки клапана, то есть, во время, когда смылась вода с унитазов, они закрыты, а потом, когда уже пошел воздух септика, они открываются и выходит этот неприятный воздух отсюда, потом просто опять закрываются. Вот для этого, в принципе, и предназначены эти клапаны. Давайте сделаем выводы. То есть, вывод у нас получается такой, что утеплять выход канализационной трубы из дома до септика не надо. Итак, первая труба должна быть уложена под уклоном, и поэтому труба в своем роде получается пустая, то есть, она без напора. Наполненной трубы там не бывает. И второе, в канализационном стояке всегда циркулирует теплый воздух, который выходит из того же самого септика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова